В эфире программа область культуры интервью. Здравствуйте! В студии Ростислав Азизов. Сегодня поговорим о будущем, самом грандиозном событии в Амурской области. Амурская осень, фестиваль, театр и кино уже скоро стартует на Амурской земле. Буквально 7 месяцев остается до начала. И сегодня мы поговорим о планах на будущее с президентом кинофестиваля Сергеем Владимировичем Новожиловым. Здравствуйте! Добрый день! Очень приятно встретить вас у нас на Амурской земле снова. Работа начинается над новым фестивалем, уже над 17-м по счету. Но давайте для начала подведем итоги прошедшего, 16-го. Все ли задуманное было реализовано и все ли состоялось в прошлом году так, как задумывалось? Ну, наверное, в глобальном плане, да. Какие-то частности всегда не происходят, потому что кто-то заболел, кто-то еще по каким-то причинам не смог приехать. Но, по крайней мере, в прошлом году у нас не было никаких замен по спектаклям. Слава тебе, Господи! И было много новых имен, как мне кажется, интересных. И основное, то, что мы хотели, мы провели. Было большое количество зрителей, мы обслужили абсолютно все районы Амурской области. Это тоже для нас было очень важно. Ну, и обыгрывали нашу цифру 16 и 160 лет Амурской области. Поэтому для нас прошлый год был важен и в этом смысле. То, что область отмечала юбилей, и, соответственно, здесь мы пересекались. Ну, этот год будет важным именно для вас. Юбилей в этом году у вас. Может быть, что-то будет интересное для зрителей, связанное с вами, с вашей персоной. Потому что зрителям, мне кажется, хочется увидеть, услышать о президенте. Спасибо, Ростислав, конечно. Но, мне кажется, меня тут и так хорошо уже знают. Поэтому я пока сопротивляюсь. Но, наверное, какой-то вечер мы все-таки сделаем. Творческий. Такое в кругу друзей. На самом-то деле, большой юбилейный вечер у меня будет в Москве. 29 июля, прямо в день рождения. Большой галоконцерт. А на Амурской осени хотелось как-то поскромнее, может быть, более камерно, чтобы на мне не зацикливалось. Но, наверное, что-то все-таки придумаем. Сегодня, буквально в день записи программы, прошел Уркомитет. Я так понимаю, в этом году он был первый. Да. Да, у нас здесь в Амурской области. Что решали? К чему пришли? Какой будет Амурская осень в этом году? Ну, во-первых, мы слоган этого года утвердили «17 мгновений осени». Мне кажется, это хорошее предложение. Кстати, высказанное не мной, а министром культуры Александром Юрковой и нашим директором фестиваля Ольгой Николаевной Смирновой. Я целиком это поддерживаю, потому что такое интересное, может быть, сочетание «17 мгновений осени». И в то же время, естественно, мы не можем быть в стороне мимо года театра. Поэтому наш фестиваль будет посвящен году театра. Тем более, что у нас в стране единственный фестиваль, который называется «Открытый российский фестиваль кино и театра». Поэтому понятно, что для нас провозглашенный год театра важен. Естественно, Татьяна Федоровна Бедина была тоже на оргкомитете, и для нас это был очень важный вопрос. Мы нашли точки соприкосновения, чтобы и Амурский театр драмы тоже принимал участие в фестивале. Это совершенно справедливо. Ну и, конечно, мы обсуждали наш трепещущий всегда вопрос, очень волнующий. Ольга Викторовна Лысенко тоже заострила этот вопрос, и Валентина Яковлевна Гурова была. Как нам все-таки сюда прилетать? Цены, как вы сами знаете, космические. И мы сейчас уже думаем, с какими компаниями начать вести переговоры, потому что ничего пока не меняется в лучшую сторону. Вам это лучше известно, чем мне. И цены зашкаливают. Поэтому для нас это всегда главная проблема, как прилететь и как улететь. Ну, в прошлом году вы нашли решение этой проблемы, да, через Хабаровск? Я могу вам сказать, что частично, потому что мы не можем всех через Хабаровск вести. Вот кого смогли, привезли. А на самом деле, прошлый год для нас был вообще по цене самый катастрофический. Самый тяжелый. Несмотря на то, что мы сократили количество делегаций. И ты каждый год думаешь о том, что же будет следующее. Куда уже могут эти цены расти. Они все растут и растут. Растут и растут. Но я думаю, что в этом году все-таки удастся привезти к нам артистов. Ну, привезем, естественно. Будем думать какие-то варианты, искать, изыскивать. Будем решать этот вопрос. И я знаю, что и губернатор активно занимается решением вопроса. Не касаемо осени, а касаемо вообще, как прилететь и улететь амурчанам в отпуска. Вот поэтому мы-то здесь просто какая-то крупица, частичка. Но нам кажется тоже несправедливым, почему именно в Амурской области такие дорогие билеты. Ну, думаю, эта проблема обязательно будет решена. Но самый главный вопрос у амурчан сейчас. Точные даты проведения фестиваля. 14 сентября состоится церемония открытия фестиваля. 22 сентября церемония закрытия. Ну, я надеюсь, что все-таки и китайская часть у нас тоже останется. Завтра я еду в Шиньян, знакомиться с нашим новым генеральным консором. Рассчитываю на поддержку с его стороны. Встретимся с Доляньским университетом. Поэтому, надеюсь, тот формат российско-китайского фестиваля короткого метра тоже сохранится. Будем надеяться. Я все, видите, говорю, со слагательным наклонением. Потому что пока не договорено. Но буду надеяться, что так это тоже будет. Ну, еще людей сейчас волнуют. В частности, меня. Опять же, уже три года на Мурской осени работаю. Пролог фестиваля «Амурская осень». Ведь жители Амурской области его безумно ждут. Да, вы справедливо подняли этот вопрос. И мы сегодня тоже эту тему обсуждали на оргкомитете. И также принято решение, что пролог нужно проводить. Сейчас будем мы сыскивать средства. Наверное, искать спонсоров на то, чтобы это состоялось. Потому что мы знаем, как ждут амурчане именно в области, где невозможно зачастую показать спектакли, творческие встречи и показ фильмов. Это очень важно. Тем более в прошлом году, когда все населенные пункты Амурской области, включая Ким Чан, увидели и спектакли, и творческие вечеры артистов. Я надеюсь, что общими усилиями мы как-то решим этот вопрос тоже. Сейчас, честно говорю, буквально пару дней назад, да, есть программа «Около кино», ведущая этой программы. И очень приятно писать о картинах, которые стартуют в кинотеатрах страны. И везде такая приписка. Награда фестиваля кинотеатра «Амурская осень». Награда фестиваля кинотеатра «Амурская осень». Я считаю, что мы сделали большой шаг вперед за последние два года, потому что я долго не решался, чтобы в конкурсной программе полнометражных картин у нас участвовали только премьерные фильмы. Но вот это заслуга, конечно же, программного директора Александры Жуковой, которой как-то удается уговаривать кинематографистов, чтобы первые показы были у нас. И вот последние два фестиваля у нас были фильмы только премьерные. Только премьерные. Это очень важно. Кстати, вот мы недавно провели в конце января «Амурская осень» в Большом зале Дома кино и показали фильм «Наш гран-при», был полный зал, кастинг. Игорь Стам сказал очень хорошие слова о картине, а сейчас картина будет выходить в прокат. Поэтому, видите, кинематографисты дорожат призами «Амурской осени», нам это очень приятно. О фестивале говорят? О фестивале говорят. Это очень приятно. А в этом году, так по моим традициям, опять же, премьер останется? Да, мы делаем все для этого. И еще так похвастаюсь, вот было сейчас круглый стол в Государственной Думе, в Департаменте культуры. И мне очень приятно, что Елена Григорьевна Дропека от всех фестивальщиков пригласила только меня. Значит, в общем, тоже говорит об авторитете «Амурской осени». Ну, надеемся, что в этом году «Амурской осень» пройдет, опять же, под оценкой «Отлично», как это, в принципе, уже и 16 лет. Ну, фу-фу-фу, постучим, тут дерева, правда, нету. Но, надеюсь, что мы будем стараться, чтобы фестиваль прошел достойно. Сергей Владимирович, теперь немножечко о вас. Ну, конечно же, заядлый пользователь социальной сети. Представляете, Ростислав, кто бы мог подумать, хотя я понимал, почему я не находился в соцсетях столько времени, только с декабря, вот, стал действительно активным, потому что я знал, что я человек увлекающийся, а поскольку я по жизни отличник, то я буду теперь к этому абсолютно привязан, и я понимаю, что мне нужно каждый день что-то выкладывать. Я вот такой человек дисциплинированный по жизни, вот и выкладываю теперь. Каждый день фотографии обязательно, куча лайков уже смотрю на страничке, сам подписан, очень интересно наблюдать за жизнью президента. Что сподвигло все-таки, вот где был этот момент, вот щелчок, что... Вы знаете, не я, Максим Колосов, мой партнер и товарищ, мы находились с днями в кино российского Бразилии, вот что-то вдруг вот так вот, как-то, видимо, звезды сошлись, лошлись. И Максим предложил, ну, я не очень сопротивлялся. Я хотя сказал, все, я не буду сам это делать, будете вы вместо меня, мои помощники также. Да-да-да, они помолчали, но, зная меня, все поняли, что я все равно этим буду заниматься сам. В результате я сам этим теперь и занимаюсь. Вспомнил свою профессию тележурналиста, поэтому теперь отсматриваю тексты, эти маленькие сюжетики под моим руководством. Все сразу, везде. Ну, а поскольку у меня такая профессия, что огромный поток людей, событий, лиц, в общем, наверное, отличительная черта моего Инстаграма, это люди. Ну, смотрите, опять же, Инстаграм сейчас там все, да, и артисты, и обычные люди. Удалось ли уже за этот короткий промежуток времени нахождение в Инстаграм, может быть, что-то найти для себя? Может, кого-то уже заметочку сделать, так приглашу в гости на «Амурскую осенью». Ну, поскольку ко мне подписаны многие политики, чиновники и артисты, не могу сказать, что много таких людей, кого я не знаю, но много подписано и молодых актеров, которых я просто пока не видел на экране. Хотя с одним режиссером мы уже, например, встретились именно после Инстаграма. Как выяснилось, к моему стыду, он даже был на фестивале «Киношок», к которому я тоже, в общем, имею непосредственное отношение. Вот в этом смысле, наверное, соцсети помогли. И в Инстаграме все-таки, на мой взгляд, больше людей со знаком «плюс», чем со знаком «минус». Хотя вот когда я позавчера выложил фотографию мою с Аллой Борисовной Пугачевой, поскольку я вел вечер Алины Муравьевой, и там был такой весь бумонд, то я понял, что все-таки недоброжелателей в соцсетях тоже много. Мне обидно стало Заллу Борисовну, потому что она гениальная женщина, гениальный человек. И я понимаю, что в соцсети непростая история. Даже в Инстаграме, хотя вроде бы лайки, 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 а потом раз появится такой комментарий, что хоть стой, хоть падай. Но я попытался отставить свою точку зрения. Ну, смотрите, страничка фестиваля «Амурская осень» в Инстаграме уже есть. Есть. Теперь появился президент. В Инстаграме, так понимаю, развиваться. «Амурская осень» буду теперь еще, наверное, в интернет. Как это может, что-то какой-то проект. Ну, посмотрим, посмотрим. Предложения мне многие говорят. Давайте там канал делайте свой. Ну, у меня просто физически на это время. Тем более, раз вы видите меня в Инстаграме, видите, как я передвигаюсь. Поэтому просто дай бог успеть все то, что я делаю. Хотя, конечно, если бы я был посвободнее, наверное, больше бы чему-то уделял внимания. А предложения такие от молодых ребят именно поступают. Займитесь своим каналом, у вас это будет интересно. Интересно, но времени пока нет. А когда уже будет что-то более известно по фестивалю «Амурской осень»? Я думаю, что, Руслан, я приеду в апреле. У меня и сейчас уже известны некоторые имена, но я прошу вас пока это не выдавать. Да, есть традиция такая. Да, есть традиция, чтобы просто не сглазить. В апреле я однозначно уже что-то озвучу. Ну, вам желаем удачи. Хорошей поездки в Китай. Только лишь, чтобы все сложилось так, как все задумывается. Хорошего настроения, удачи. Да, а мы давайте сами фотографию для Инстаграма. Обязательно. И выставим в Инстаграм ее сегодня. Отозначно. А вам, дорогие телезрители, желаем хорошего настроения, удачи. Это была программа «Область культуры. Интервью». До новых встреч в эфире. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова